добрый день вы на канале это футбол брат сегодня тимур без кепки мы без шашлыков а сборная грузии без очков но отчаиваться всем нам рада здесь мы вновь собрались для того чтобы поговорить и обсудить матчи чемпионата европы которые прошли и которые будут а также сделать наши прогнозы у нас командах замена влад родимов передал капитанскую повязку николаю писарева и вместо себя прислал андрей аршавина андрей студия это значит привет хейтерам балаган начинается старый добрый балаган делайте свои приемники интернета побольше сейчас будет андрей вещать и самое главное чарующий ласковый смех андрея аршавина будет ваших домах переходим команде тимура сашу дорского заменили на сергея лапочкина интересно ром кому теперь будешь по судейским вопросам звонить из студии найдем я договорю ему войс и попрошу поставить вообще-то я был неожиданностью вот это вот сообщение от ром и как-то неожиданно я был в зале и смотрел выпуск предыдущий вот и тут сообщение ромина я ему ответил а потом увидел видео которыми писал родим где он снимал как рома записывал и я думаю ёпты это все что я наговорился в эфире можно по чуть-чуть потише чтобы было спасибо давай господин ведущий пожалуйста чуть-чуть потише потому что сегодня капитана поставили он и так орал вот это его миграция вот это меня пугает просто ты знаешь смотри я тебе что хочу сказать ты против часовой стрелки идешь имей ввиду главное там не а может быть пропасть может так завалиться пока я пропасть уже давно серёж скажи пожалуйста как судейской точки зрения как тебе евро ну смотрите мне кажется никаких скандалов нету мы видим как работает вар просто офигенно работает вар исправляет все ошибки судьи пока не повлияли ни на какие решения опять-таки но 10 вар вмешательств это много в прошлом евро за 51 игру было всего 17 вар вмешательств я на месте дурского да на цифрами говорю в этом году за 12 матчей 10 вар вмешательств это колоссально много но всего два у монитора просмотра это вот в первой игре был и потом еще ходили в одной игре смотреть все больше нет ничего поэтому в принципе судя говорит вообще это говорит о том что мы видим судьи засчитывают голы а потом находят вне игры вот эти там полбутсы до пол плеча но опять таки вот мы с ромой говорили до эфира почему не ходят а потому что не находить это география это география потому что географические моменты не ходят и вроде кажется что болельщики раньше говорили что вот эти полбутсы но зачем это надо это вредит футболу но вне игры он либо есть либо его нет и поэтому мы видим что пять голов у нас уже отменились дайте сказать но варва действительно работает очень круто то что не ходят молодцы и смотри я несколько хочу затронуть тем то что не добавляют как на чемпионате мира вот эти 12 минут 11 это просто убого очень было почему это кстати и второе судья из аргентины судил мне реально какой-то 2 евро и мне кажется вообще это пока лучший арбитр на этом евро он хорошо отсудил да отсудил и матч был не страшно грубый он смотрит это как пенальти в первой игре в матче открытия там надо смотреть там судья должен сам принимать решение и также когда вот второе когда к монитору шел рука рука да рука это надо было посмотреть потому что судья например когда бельгия играла почему разрешили из аргентины какие-то судьи на коп америки будут судить это по обмену одна бригада приезжает уже 2 евро когда приезжает в прошлом в прошлый раз тоже была аргентинская бригада и сейчас аргентинская бригада приехал очень хорошо мне кажется это уверен но они уедут они отсудят две игры на групповой стадии и уедут потому что это просто по обмену опыта мне кажется тоже очень интересно у меня вот это вот для меня вот это то почему у них так хорошо рисует линию вот эту линию а у нас рисует линию у нас китайская линия это можно нарисовать как угодно человек может поставить . ну да транспондером и циркулем да да и на самом деле конечно большая проблема потому что здесь вот это технология она давно работает уже давно работа мы видим что ее используют лиги чемпионов там также все будет и по-моему чемпионате англии там все вот быстро а у нас одну мы пришли потому что такая ситуация да в мире сложилось китайским но все это лучше чем когда их не было да потому что мы по крайней мере можем нарисовать хотя я согласен с андреем в некоторых играх ну хрен пойми как рисует то есть вот эти точки ставят все человек поэтому в россии полбу в россии 43 размера или 36 у нас бы нарисовали так конечно могли за размер обуви да а здесь получается вот математическая точность и люди хотели справедливые результаты они получили николай николаевич да во время уриню прав когда говорит что отсутствие камер может понравиться только ворам и я тоже здесь согласен конечно но у меня один вопрос в правилах есть такое понятие когда если вне игры на одной линии находится человек то это в пользу атакующих да поэтому мы когда-нибудь видели что было на одной линии но это невозможно когда вот так зеркально без какого-то практически невозможно но это это не правило это рекомендация судим когда ты не уверен или тебе кажется польза атаки и мы видим посмотрите арбитры засчитывают голы а потом их отменяют как вчера в игре грузин отменили потом до этого бельгийцев португальцев судьи засчитывали все эти голы потому что человеческий глаз ну реально вот эту бутсу не увидел последнее резюме по судейству много голов андрея сергеевича надо будет пересмотреть и отменить потому что у меня хоть есть что посмотреть тут точно андрей ты не прав пересматривает результаты золотых бутс и золотых мячей продолжаем узнавать какая из команд команда владислава или команды тимура станет лучше а вот придет он сейчас владислав студии как вот на программе у твоего соседской бывшей жены такси шутка ничего не видится так что ты это ну не переживай николай николаевич меня перекрестит ничего люди нажали на нашу иконку на ютюбе значит две команды которые по итогам евро разделит 1 миллион бонусов от наших партнеров как вступить в дележку спросите вы да все очень просто под этим видео есть ссылка по которой вы можете выбрать за кого из команд вы будете болеть за команду родимова или за команду гурцкая все это в телеграме там миллион бонусов а также не забываем под этим видео поставить лайк оставить хороший какой-нибудь комментарий про андрея аршавина николая писарева ведущего или тимура гурцкая в общем как хотите так и пишите а мы переходим к обсуждению ваших вчерашних прогнозов а у меня еще один вопрос один еще вопрос скажи а вот можешь как-то там провести какой-то параллель вот очень часто пишут про твою обувь как твоя обувь вообще связана с нашими результатами угадывания футбольных матчей потому что я переобуваюсь а все я просто не мог не кого-то провести а зачем они смотрят на твою обувь а я каждый раз в новой у меня интеграция ла моды идет понятно понятно так тимур гурцкая ставил на победу грузии что как бы ну просто я же предупреждал что написано кровью что это да да вот и на желтые больше трех с половиной ни то ни то не зашло одной карточки не хватило буквально кстати я тоже так также кстати не было очень грубой игры как-то удивительно жесткой игры не в конец первого тайма была такая жестковатая но опять таки он все это потушил и было нормально так играть в единоборствах вот у глеба вы посмотрите в ростове у него огромное количество единоборств желтых карточек но я здесь в этой ситуации я согласен с Сергеем Сергеевичем потому что аргентинец не хотел хамить он бы в аргентине засыпал бы карточками а здесь он словами вообще этот чемпионат тут нету красных карточек в первой игре была вот этот чудовищный путь там невозможно было и все и больше нет и даже нету потенциально вторых желтых то есть играют очень аккуратно как надо было удалять этого человека из Испании когда мы записывали вчерашнюю программу три с половиной желтых карточки было за 1.95 и как только прошел ливень там сразу же упало до 1.3 кольское поле катиться да ну кстати я тебе скажу вчера мне конечно Грузия ну ладно ты пока прогнозы обсудим дальше у вас была португалия чехия 20 тоже нет португалия xg больше двух тоже не случилось и рандом первого второго тайма у вас тоже что в первом и втором тайме в первом тайме будет забито больше голов чем во втором такого тоже не произошло в ваша команда влад меня шура хорошо хорошо шура значит у вас вообще все мимо вы ставили на гол я у них одна ставка зашла по секунду секунду и ваш любимый рандом который владислав всегда тянет с удовольствием гол в компенсированное время в матче португалия чехия да с этим вас поздравляю удачный прогноз а теперь я перевести комиссию потому что вообще-то это подсказал я не надо подсказывать тебе в школе не учили я рассчитывал что они проявятся они ничего не проявят в вашей команде комиссию может брать только тимур они брали победу турков я сказал как-то видишь разница ты видишь разницы и авторский меня не послушал я ему говорю португалия чехия давай 2 1 возьмем человек хотя бы один забьет ускала 2 0 вот теперь его нет видите давайте сегодняшнего тура для того чтобы вас немножко взбодрить будем не только точный счет но и на исход ставить прогноз на чай точный счет очень сложно легко не но как казино тебе дали одну фишку иди угадать как из 36 цифр и угадал если у тебя есть деньги только на одну фишку не ходи в казино вот я не на входу лати чип дали вот при входе и все это поесть пришел команда тимура 25 тысяч 750 и команда влада 29 тысяч 350 а теперь переходим к футболу турция грузия ну тимур слушай смотри я как бы я предупреждал что я буду смотреть там предвзято этот матч но я не разочаровали на самом деле единственно что я не понимаю почему после каждого удачного действия своего они прям прижимались к воротам и вот так сильная я конечно хоть ну то что вот так они будут 11 человек стоять я понимал что я от оборонки будут но не 11 человек штрафной 10 человек или стояли за линии мяча при том самые самые крайне нападающие вот этот микро тази стоял там в 40 метрах от своих ворот то есть они вообще но они играли на 15 может быть от оборотов ранее они не крайне защиты центральной защиты нападающие но он все равно отпускался страшно низко я знаю что хочу обсудить может быть даже не сейчас чуть попозже почему они играют 5-3-2 при этой тактике теряется к ворот хель вот единственное время вчера был реально он не худший был он старался но он просто не может свои самые яркие качества про что ему фланг и к сожалению дурского нет он-то на фланг уходит следовательно в центре один нападающий остается и левый защитник не подключается потому что он оставляет эту не ну много раз это цитое швили правый шестой номер я всегда забываю фамилию который отдал пас голевой да 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 он еще более-менее третий опорных качарашвили лучший игрок матч 3 этих центральных они вперед не идут и даже даже гола не забили два против шести они вообще почти не заходят штрафную и только когда уже они в конце бросили все где уже и вратарь тогда пару опасных моментов то есть то есть им не хватает количественно даже народу при этой тактике я не знаю просто как они играли во дворе 3 центральных защитника за стоим уже 96 конечно саньоль боится и видно что они сами не каши не кверкели они поднимутся высоко они будут очень низко отворот играть процентов и это не только на кварц хели 352 подходит не всем ляу вчера у португалия но почему португалия играть 5 защита почему это модно на чемпионат евро и ляусь и они в своей тарелке и много и влашить два нападающих дмитрия то есть эта проблема не только у грузии многие начали играть в два нападающих потому что тройка сзади и не раскрывают своих лучших качеств вторые нападающие потому что они вингеры вот как португалии столько вингеров и они ставят туда канцело это и этого из пассажа зачем андрей сергеевич второй нападающий о чем речь а на фланге пожалуй я-то хорошо играю везде николай николаевич здесь здесь вот это тот нечастый все равно у тебя лучшее было уход с фланга в середину нет это не ты был смотри вчера оставался много раз андрей сергеевич вчера клича много раз оставался один в один но не было ничего ни разу не сделал ни вправо не влево у него ничего не помню он в основном все время уходит в центр центр его читают уже зачем да уже этот защитник смеялся потому что по схеме когда ты второй нападающий у тебя по идее латераль должен фланг забегать и ты хочешь центр вот поэтому это уже на автомате потому что он на установке саньоли нападающий ты же просто не понимаешь когда то задание что у тебя фланг еще латераль забегает за тебя ты уходишь центра потом идет игра хорошо но люди же это же люди играют это же не компьютерная игра он же видит что еще цитое швели не забегал ну куда ты лезешь тогда в центр получается что ты туда приводишь еще одного своего защитника там один сего микай таза и и гол то пришел до последних минут все самое опасное приходило справа справа все приходило да да гол оттуда пришел давайте по этой схеме 352 это же она в атаке как бы а в обороне они садятся 5 4 1 и каврацхеле приходилось вот в эту четверку садится и он не успел вот на этого наш коллега с одним глазом игорь симшов разбирается нашел и потому что каврацхеле в четверку не сел и не сблокировал этот удар который ну а другой стороны а умный андрей сергей знаешь что сказал пяти при 532 или я точно не ко мне как у форварда у тебя хорошо дожди с конца передачи спроси у ромы а мы сейчас обсуждаем другую тебе вот ты как нападающему тебе было легче играть когда ты мы уже спрашивали тебя вот ты сланга мог бы так играть сланга нет 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 он центральный нападающий моя задача штраф на вот мне нарисовали штрафную площадь все действие потому что грузин такой вот микро тадзе тоже он нельзя сказать что прямо таран и 9 хорошо 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 очень хорошо 1 1 1 я понимаю почему медитации имеют предложение из монако я не понимаю на этой игре почему его хочет монако ну во первых потому что он команду которая должна была вылететь во вторую третью пятнадцатую бундеслигу французской а он ее вытащил мир поэтому в данном мнении ну его же купили англичане да его и лиле он лежит аяксу 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 у кого-то есть право выкупа этого этой аренды я уже не помню кого катакство но сейчас мы заговорили о монако и действительно во франции он крутой нападающий он когда переходил в аякс все говорили о классно 20 голов забил заводная и он будет прогрессировать а в аяксе когда он ну когда аякс весь посыпался у его же приводил свин мисс лентад которая сейчас игра которая еще играет господи который сейчас работает директором по кадровому планированию в дортмунде это он приглашал спиртиана это из-за него весь сербор это он был уволен из-за того что он подписывал футболистов через свое агентство это запрещено в голландии и вон микоутадзе из-за этого не играл тимур играл плохо он не понимал что происходит почему столько конфликтов а в аяксе и поэтому он перешел в место там больше свободы и никакого давления но грузин конечно мне очень сильно понравился шестой номер вот этот не выговариваем фамилии человек хорошей ли из леванта который он и вливаты да но он прям в порядке он вчера как не знаю но честно к сожалению я посмотрел вчера чехов и я понимаю что грузин вообще нет шансов не слышала ниже не знаете чеки просто вот мне не мне очень понравились и просто очень дисциплинированно и физически очень мощно бензин в конце кончился они уже коленями там отбивали один отвалился на фланге упал там улетел а вам не кажется что вратарь ошибся нет он мог ловить почему не ловил мяч вратарь зачем он отбивал должен был ловить потому что там же ливень помнишь дождь может быть он просто испугался что не зафиксирует его а скажите пожалуйста а профессиональный футболиста вот момент на 95 минуте когда забивал конце сал а что хотел сделать защитник что правило футболиста спросили ром говорит мне кажется просто мяч выскочил очень быстро и не успел просто подобрать ноги у него был только на колени здесь часто в студии особенно в этой студии часто причем на очень высоких децибелах обсуждаем вот что футболист как мы говорим чемпионата европы такого уровня на такое не имеет право вчера мы видели как жиру не попал по мячу перед кочкой николай оправдывал это что такое вообще за фигня так значит он какой-то мертвый но при этом за 20 минут до этого он говорил что вратарь у вратаря просто не получился пас ничего страшного а вчера чувак извините за выражение пытался остановить мяч на 90 минуте в игре против спортугалия что я хочу понять подожди мы же обсуждаем турция-греция турция-грузия мы к этому матчу вернемся просто один момент я без футбола тебе скажу можно не будучи футболистом я тебе скажу ты понимаешь что такое играть против португалии 90 минут падаешь до максимальном напряжении вместо выноса падаешь на колени можешь быть ты у тебя все может быть у тебя уже и нету сил у тебя уже у тебя реально ну я я разговаривал с одним российским футболистом которые там жопы не вставали они в меньшинстве оборонялись там по с минутам 45 он я не видел уже не конце я просто не видел ты говоришь правильные вещи иногда надо говорят давать говорить единственному действующему тренеру здесь смотрите один несмотря на всю звездность состава угадал заменами они сыграли а второй по мне кажется надо было уже понимать что он на елся еще при первом голе понятно что центральных защитник меняет 1 1 говорили но он уже не забил его там он уже не выдал что с уху и чехов в образе или какой игре а я думаю они все время так будут играть и даже с грузией у них бензин кончается во втором тайме а замены скорее всего ввиду того что команда может быть новую ну нет столько народу хочу у них не усиляют понимаешь вот вчера мы видели у португальцев реально вышли двое и сделали голы а у этих нет если мы плавно перешли к матчу в Португалии я вообще эту тему поднял не для этого для того чтобы мы подсветили важную вещь на высоком уровне на чемпионате европы очень очень высокий уровень очень крутые футболисты происходит одно и то же в самый решающий момент футболисты делают что-то не то но ты понимаешь что ты в матче турция грузия момент когда вместо подачи в штрафную площадь футболист сборной грузии пошел обыгрывать двоих имея за спиной пустые ворота а зачем очень вратарь пошел в первую очередь это неправильное решение это вообще не объяснимо это неизвестно правильно что вратарь идет почему там разница тоже пошел и забил ну и что какая разница один плюс это нормально может гола не хватить просто тот кто принимал мяч он должен был в одно касание играть я считаю что вратарь правильно сделал да так и смотри так они могли забить они могли забить а если мы этого мяча не хватит просто разница ну и что теперь они в принципе хотели брать я вообще думаю грузия настроилась на одну игру как всегда эмоционально сейчас пойдет только вниз на моем да и я думаю знаешь почему почему этот вратарь туда пошел потому что за последние 10 минут они создали три стопроцентных момента и казалось вот чуть-чуть еще надавить пошатурки просто пули они они прям реально не понимали потому что ты видел два момента откуда создано было и по центру из вратарской поэтому поэтому создалось впечатление что интересно это саньоле решение ли они так он сам по кричитам у него настолько есть авторитет и в клубе где он играет и как он играет поэтому я думаю он сам при этом я думаю что саньоле немножко чтобы он шел это тренер вот со стороны грузинского народа первый матч на евро вот так вот и как ты говоришь три момента и вот вратарь идет и голос случается вообще другое было бы настроение ну вообще другое было бы настроение ну конечно ты что-то 2-2 он бы не в улице назвать на месте в Белисе был бы такой винзавод гигантский он и так был в плане голливудщины это был бы хороший расклад но в плане как бы трезвости футбола наверное все таки это было кентибераментное решение я сам всегда говорю что для футбола это слабое утешение знаешь когда ты хорошо играешь и все равно проигрываешь понятно что это все ну улетучится но вчера в принципе для первого матча ну мне единственное вот не понравилось Андрей Сергеевич то что ты вот только что сказал что очень авторитетный футболист как бы хвича себя считает главной звездой этой команды но и так являются старался тем он старался я ничего не хочу сказать но он иногда просто переигрывал моменты потому что он хотел нет он в наполе он последнее время так не играет он хотел спасти в одиночку нацию понимаешь и у него не получилось и с каждой следующей атакой у него уверенность пропадала потому что ну понимаешь ни разу вчера не обыграть один раз он по моему вчера по концерт когда слева когда слева да потому что уже плыли состояли уже защитники поплыли когда мимо ворот туда ударил но турки на меня тоже я тебе так скажу турки тоже команда которая в принципе по идее будет дисциплина они проиграть и португальцам и и чехам они еще вроде дисциплины нет у них нет дисциплины нет выглядит совсем не так как он это делает в интере но потому что в интере он с кем играет рядом у него играет рядом этот мой любимый итальянец баррелла баррелла конечно он его везде подстрахует вот она чистых мячах в порядке там у него за у него за спиной там сумасшедший у него там этот демарко слева да и там его просто обслуживают конечно да да это так это если бы сейчас плавно перейдем почему вчера мне невозможно было смотреть матч португалии например да потому что весь первый тайм португальцы пытались чтобы крестьяна забил гол они его искали отовсюду просто нет они все время это то что мы говорили здесь до чемпионата подожди здесь резюмируем давай здесь вот эти команды обе вылетят подожди позвольте наш турция еще влюбит себя не я уверен грузия если найдет двух центральных защитников тогда где нормально где вырастет когда-нибудь я набор и перейдет на 433 когда хвичи еще не будет слишком старый вот тогда они смогут на что-то претендовать матчи португалия-турция португалия турция португалия и турция грузии боже я заговариваюсь хотя на дворе все одиннадцать поэтому заговорю они одинаковы в том смысле что они открывают тренд как на удары издали такого не было потому что там невозможно ничего сделать там стоит три старые башни и только в этом матче но и в других голов забили помнишь что мы мы жалуемся футбол изменился теперь все играют в пас хотят закатить мяч ворота бьют из-за штрафной нет дальних ударов смотрим эти видосы из семидесятых где брайтнер бьет по девяткам что-то изменилось и радиоуправляемых у них даже сердце бьется мы видели да что там идет этот не на вчера такая была сейчас команды обороняются количеством все практически команды ну как там скрыть ну да конечно поэтому и португальцы но забили просто сумасшедший что этот танчо что сейчас гюлер а первый гол слюту фраер попадает в ближние девятки это и есть мастерство моменты после когда они случились матчи такой умный там у нас есть некоторая категория тренеров не ты которые были тренерами когда они работали тренерами смешились всю страну а сейчас они приходят студию и рассказывают вот здесь надо было бы накрыть ты блять что ты своей команде то не рассказывал кого где-то там накрывать надо было понятно что по факту нашел там один товарищ что хвича не накрыл но блять вот такой момент реально что первый что второй год я тебе говорю я вчера тоже сказал более опытный мастер но нахера ты блять сою штрафной идешь ты атакующий встань у центра поля блять и к тебе никакие претензии ну да 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 еще еще встал блять там ты блять что там стоишь блять выдвинься да 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 стоишь это матч россии и гавандии андрей получает мяч в середине тащит подает азарбинск очень понравилось как ты рвешь сердце за российский тренерский цех а давайте поговорим в российском тренерский цех ты 4 5 человек моего сердца хватит да и кости можно последний вопрос ашавину задать давай за сборную турции играет канайхан помнишь несколько лет назад мы говорили что четвертый номер нет не 4 он играет он должен был перейти в зенит помнишь мы с тобой говорили что помешало не там демирал по моему демирал на все раза а ну мы двоих смотрели айхан тоже он четвертый номер он отбирал единственного курацкелия 4 другой футболист по 4 играет кайдын канайхан играет в центре полузащиты за шальки просто мы с андреем сергеевичем разговаривали он говорит ты комитируешь бундеслигу канайхан но но он напорник и ромбом защита там центра он играл за защитника там шлоттебергам денег не хотел еще кого-то кстати кто тоже хорошо играет у нас скаут в этом плане денег было очень много дешевых футболистов зенит не покупали тогда конфликт начался это же в этом сезоне мы к лету готовились давайте к евро давайте к евро португалия чехия давайте это финальный матч был после этого обсудим вообще первый тур и как-то перевернулась ваша я говорю португалия чехия для меня матч был просто мне не нравятся такими мне давай пока зрители посмотрят вот эти четверо мы с собой разберем какие проблемы у португалии во первых что хочу сказать роналда свое эго убрал согласен да но они все равно почему-то лану это понятно потому что там люди играют которые даже не видят когда он на первом чемпионате европы выступал что х что хорошо плохо то что 5-3-2 ну вот это ужасно очень по составу сумасшедшая скамейка да это наверное самая сильная скамейка могут себе позволить слабых мест нет я и говорю еще плюс скамейка ни у кого таких вот такого нет лентяй ляу вижу стрелка пошла два человека без отбора с лидера с лидера с большими командами значит мне такое впечатление просто честно мне кажется второй матч и развеет или реально тренер или мартини сошел с ума мне кажется что просто у них была задача зафиксировать что пепе сыграл на чемпионате европы они его уберут не слабую за мне кажется что они играли да они играли он играл как глибера он играл как глибер он играл так нет им надо переходить на 4 3 3 что они зафиксировали что он один матч играл на евро и он получает следующую игру он не будет играть да слушать это не будет играть он играл как глибера поэтому не мешает во первых он очень глубину задача было чтобы сыграл вчера и как будто 1 весь первый тайм как будто они первый раз друг друга увидели потому что они в 3-то не не хватало одного там или а у чистый вингер и он без отбора в принципе против сильной команды роналду или а у два человека без отбора которые не участвуют в отборе слишком я честно буду да это пять защитников и я влезаю как комментатор в в дебри футбола но нумендаш он никогда не играл центрального защитника не центрального центрального я подозреваю что идея такая нумендаш играет как классического себя крайнего защитника жалко просто еще один нападающий да нет да нет вот и все у тебя есть же феликс и ты канцеллу в атаке используешь это просто дебилит али ау кстати знаешь чем мне нравится еще с прошлого чемпионата мира или чемпионата европы он играет на себя он играет только чтобы он не играет он не тот человек который играет на результат который приносит кпд и роналда кстати такой же перебор таких держать сейчас рональдя более мне кажется же а феликс выйдет потом если в долгую захотеть в эти мира всех круто проявил нападающие вообще не будет играть кто писал состав дольский что ли по пьяни канцеллу играл справа это но нашу мендыш слева долот правого рубин диэш левого центрального пепе в центре но мне я все-таки я все-таки лео мы подняли хороший вам вопрос потому что он это круто увязывается той реплика андрея сергеевича круто увязывается в один коэффициент который дает фонбет андрей сказал что левый играет сам на себя он вообще не подчиняется игре команда и все такое и он единственный футболист этого евро который получил карточку за симуляцию при существующем вар знаешь сколько дает фонбет на симуляцию на игрок получит желтую карточку за симуляцию 15 неправильно потому что это еще самое интересное что же тимур да грузинам еще вернемся увидели как его вот твоя нация работает с мячом просто они ласкают мяч вот реально не его не ведут а вот просто обволакиваю вот для этого почему это от вина травы потому что существует детский уличный футбол которого до сих пор уже детям разрешено с ящиком мандарин мандарин и во вчерашний кепчик да малчик ты не понял ты просто не понял я приехал в этот ящик я его не продавал как чебурашка приехал москва не резиновая Николаевич а Рома говорит он на Волге приехал ну как могло апельсин тогда еще в миллионов 10 жило почему я в 10 миллионов в городе должен был вот такого человека встретить первым а как ты на новый Арбат то попал вообще меня привезли туда откуда я знаю как поставили и сказали стой у него тогда единственный навигатор был ну что давайте добьем уже португалию чехию есть что еще сказать почему никто чехии не рассматривает как команду которая может далеко пойти это же классическая чехия играет ну далеко куда до четвертьфинала максимум ответ ну и че это далеко это довольно далеко куда ты говоришь четвертьфинал четвертьфинал не на что-нибудь послушайте опять же по-тренерски на 60 минуте только сообразили чехи что держать двух столбов Кухту и Шика вообще нет смысла потому что нет флангов мяч не держится и они просто болтались непонятно как только как только он не стол играли в два да 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 но Кухта все равно не стол Кухта не комбинационный Шик согласен и Кухта не комбинационный понимаешь и нужен был была схема другая и они гол то забили и заиграли когда вышел не центральный нападающий они поменяли убрать двух столбов вот двойная замена но это они сообразили на 60-е да и у них пошла игра но я тебе могу сказать как долго соображают тренеры как долго они соображают что до 60-ой минуты они не могли зацепиться за мяч чтобы поменять схему и выпустить двойной это правда но возвращаемся к болевшему как у вас с чешским Николай Николаевич хорошо у него он пересмотрел этого крота этого кротнул поля кротнул поля бахмурка и вертемиль да чешский нет чехи это бахмурка и вертемиль хватит черно-белая телевидение вспоминать о нем 4к извините ну что надо признать у чехов в колледже что надо признать у чехов у них в стартовом составе выслав 8 игроков национального чемпионата вот это молодцы вот это конечно у них а что в этом хорошего не ну к тому что маленький чемпионат у них нет а что в этом хорошего они могли бы по любому принципу иностранцев у них даже запасе съел игрок из байера который в этом году Адам Гложик подожди просто для сборной чехии удачно выступить после первого поражения это нормально на евро 96 они проиграли 0-2 германии вышли в финал на германию подожди а двенадцатый год в группе с россией а да больше того я не помню на прошлом турнире как было я помню с россией 4-1 тоже проиграли в шестнадцатом году они после меня зри ну да просто здесь мне кажется эта команда довольно сильная она крепкая она понимает у них бензин закончен они обыграют легко турков и легко обыграют грузин потому что блять когда ты бегаешь без мяча еще раз вот Андрей Сергеевич и Рома подтвердят когда ты бегаешь без мяча я без мяча не бегал никому подожди я перед я тем более я бегаю я бегаю я бегаю минуту в игре нападающего 30 секунд у нападающего мяч в игре 90 плюс добавок выставленное без мяча учите матчасть задача такая была у меня в чем у чехов проблема проблема у чехова они так и будут выстраиваться бегать без мяча а бензин заканчивается когда бензин заканчивается бензин заканчивается а до смять ты на машине приехал что у тебя с бензином то я реально не понимаю друзья посчитайте пожалуйста напишите в комментариях сколько раз Николай Николаевич сказал бензин потому что у него на заправке если я начну говорить бензин вот следует заправки эти надо быть ближе к нашим зрителям не все знают футбольную терминологию поэтому бензин все понимают когда у машины катается бензин она встает правильно Симур твоя машина без бензина просто какой есть аналог у слова бензин в футболе чтобы зрителю было непонятно вот реально кончились силы можно сказать сила сила это может отжиматься или подтягиваться а бензин можно не ухать а бензин это все или петь подожди кто нам привел этого глубочай заменить а бензин подразумевается замена нам нужно заменить ведущего на несколько программ и все требуют в комментариях что нужна девушка давай посмотри девушка ты заходишь и пишешь в комментариях по своим приведите мне в суд да я не знаю даже зарегистрироваться ты как человек который Брак знаю как зарегистрировать а как зарегистрировать в ютубе нет тоже у тебя получается я знаю смотри ты как человек который ты любимый мой гость ты знаешь как я тебя люблю уважаю как мы дружим ради тебя мы сегодня объявляем голосовалку у нас на сайте в телеграм канале кого мы выбираем лакшер регион ведущей или Костя Анисимова на следующую программу а можно полина можно мне так как полина так быстро я сейчас не проголосую давай а во вторых она просто моя подруга тем более придет тем более бывшая уже подруга да не может быть бывшая полина салют господин ведущий ты должен нас вернуть к футболу а ты уводишь нас я наоборот подожди 20 Николай Николаевич подожди секунду тебе вопрос ты знаешь что такая полина лапшер регион нет все но мои три подписчика знают наверняка они меня дождите давайте вернемся к самому началу знаете что три подписчика Карпин Никифоров и Анопка не 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 нельзя подписаться он подписчик газета для спора для спора для спора для спора на своей шутке должны смеяться все а не сам Андрей Сергеевич я всегда так я хочу сейчас сейчас капитанство мы по поведению в следующий раз ты не справляешься смешно 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 у кого то голова болела да а он уже не пнул из попавки он там из канистры заливается бензин смешно смешно ну его футбол все стоп возвращайтесь давайте смотрите перед самым началом команда Тимура ставила прогноз Англия или Португалия станут чемпионами команда Владислава Франция или Германия вы при своих мнениях остаетесь ну да мы да ну мы да Англия Португалия это Тимур а вы Франция у нас есть маленький бонус я там на камеру Радимова записывал что чемпионом станет Голландия он потом это отдаст опять все мимо опять все мимо а ты думаешь что опять Румыния дальше сейчас будем хохотать лучший бомбардир прогноз команды Тимура Лукаку и Мбаппе человек который не может забить с метра я взял двух слепых блять команду один еще без носа один да без носа кстати Гоголь нос не кстати Абаппе же принимает счастье только в плей-офф теперь он продаст два оставшихся матча это еще дай бог это еще никто не знает я хочу сказать Лукаку может в следующей игре три дать и станет лучшим бомбардиром Лукаку Лукаку он такой да он у него много моментов но у Бельгии и Украины нет у Бельгии и Украины у Украины у них осталось так давайте мы а вот сейчас вот вот сейчас помимо автогола если можно было поменять кого бы вы ну честно вот если бы мне сказали поменяй я не понимаю какого-то нет яркого да он всегда выходит и забивает и он однажды выйдет в старт и немцы далеко дойдут может быть может быть немец этот может да он прям у него прям надо посмотреть сколько там Геннадий бьет до сих пор держится прогноз на лучшего бомбардира по турниру я думаю что сейчас будет происходить я напоминаю что в свою копилку и собственно в копилку своих команд вы зарабатываете не только прогнозами точными супер точно сверх точными прогнозами но и нашими квизами сегодня у нас будет необычный квиз вы не будете стучать по столу у вас будет цепочка ваша задача команд назвать дать правильный ответ если вы даете три правильные ответа подряд по очереди по очереди по очереди да как в слабом звене нет каждый участник отвечает отдельно подсказывать нельзя если будет подсказка вопрос переходит к противоположной команде и так назовем с команд начнем с команды которая лидирует Николай Николаевич первый вопрос вам вас подведу сегодня назови игрока сборной Германии под номером 13 Балок был лет 10 назад подсказывать нельзя подсказывать нельзя вопрос переходит сюда Тимур игрок сборной Германии под номером 13 куда ты смотришь на меня смотри сейчас ты скажешь Герд Мюллер чтобы вообще еще я вообще не знаю они подсматривают номеров нет номеров нет а че он так долго думает я не знаю я сдаюсь два я не знаю я даже подсказал как Мюллер только не Герд конечно ну Мюллер я вообще честно забыл что Томас Мюллер вообще вызвали Внимание возвращаются три вопроса подряд но начнем с Андрей с тебя за какой клуб играет Доминик Сабаслай РБ Лейпциг перешел уже нет Ливерпуль перешел Ливерпуль ну хорошо что я не знаю ну давайте да я снимаю этот вопрос но вам следующий Сереж тебе назови тренера сборной Швейцарии ну Юра отлично блять че такие легкие ну подожди в смысле легкие а Сабаслай это не легкий вопрос игрока Ливерпуля вам дали отгадать ничего себе тихо 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 все не подсказываем продолжаем цепочку основной вратарь сборной Швейцарии о это тоже отлично Тимур тебе хорошо что там Тимур это защитник защитник сборной Албании из РПЛ о хорошо отлично у вас защитник а кто он левый защитник он опорничек все снимается нормально у Галактионова он опорничек у Галактионова все играют на падении он единственный кто на евро его вообще у вас цепочка тысяча тыща мы взяли не ну такие дешевые вопросы не самые легкие на какую букву начинается слово мяч абсолютно тишина ну примерно так на б кто забил в свои ворота в матче германия шотландия это черненькие как его господи сериалом ошот из магазина у нас есть сколько сколько метро закрывается ребят не подсказывай андрей сергей плесну бензинчика пока антонио рюдигер а молодец его сфера динчика лесного давай николай кач тебе побил байрами из албании забыть забив самый ну и у нашего российского кириченко команда была первое удаление на турнире у мы же угадали это блять ну тихо а этот прыгнул шотландии переходим к вам есть у меня счет для вас цепочка главный тренер сборной италии все у кого-то просто старик лучиану может старик лучиану мистер лучиану серёг тебе как зовут отца маркуса тюрама лилиан правильно точный счет матча словения дания один-один правильно касательно просто деньги достань и вот так вот сразу я вот как на рыночке вот так вот по ним поводить то есть кириченко подожди извини а кто хотел убрать ведущего я после программа надо было убирать назови фамилию игрока сборной хорватии и которая не заканчивается на пуколич тогда пуколка вот ищет про нападающих не подсказывая кстати легко будимир это же легенда этого шоу да да ты когда хочешь андрей счет матча польша нидерланды после первого тайма 1 1 абсолютно верно ну чё у меня посложнее было не помнишь но не помню ты думаешь ой галанде сейчас вопрос накосать почему отменили второй гол лукаку потому что рукой и у меня еще гости сейчас хорошо молодец спасибо андрея а как зовут десятку сборной россии забивший в 2008 год вот такой вопрос задать да поставь себя в тупик десятка взмысле цена кириченко и булыкин забили подожди тебе вопрос еще играем до 2-2 счет два два часа сейчас вопрос давай третий третий сам по буквам по буква бвгд назови мне имя Ямаля блять каким по буквам я и так не знаю фамилия и раз такая тишина а по каким буквам интересно по русским А по кириллице Я не знаю Николай Николаевич Тебе фа переходит в цепочку Джамал, да он? По-русски Ямаль Ямаль А его зовут как? Имя по буквам Ламин Первая Л А, так, М И, Н Да, но я не засчитаю все равно Потому что ты сказал Джамаль Подождите, как засчитаешь Тогда остаешься еще на один эфир Мы в цепочке Я такую бушу Подождите, мы в цепочке, давай Давай, медитируем Игрок сборной Португалии По имени Рафаэл Он такой полез Заберите у него Да нету там такого Рафаэл Надаль, я знаю Вандерматик Ляо, ляо Ляо, отлично Ром, на тебе опять Ну, а как об ответственности? Ну, сейчас нападающий должен замкнуть сейчас Не отвлекайте Он что, он на столбе играет Какой замкнуть? Сколько матчей? Замкнула вчера провода На данный момент На евро Прокомментировал Роман Нагучев Сколько матчей я прокомментировал? Да Да А потом сколько хорошо? Ни одного А сегодняшний считается? Сколько хорошо легко? Подожди Вот прям вот на сейчас На сию секунду Тут гадать надо Один или два? Если Один, то два Только Ром Нет, ну, я не знаю Но пусть будет один Отвечает Роман Нагучев Один Абсолютно верно Классно Три тысячи вам Две тысячи вам Двигаемся дальше, друзья Прежде чем обсудим тур У нас есть видео От Льва Бондаренко Смотрим, наслаждаемся Кажется, что погода сегодня плачет по Шотландии В первом круге они проиграли Германию со счетом 1-5 А уже сегодня играют против швейцарцев А вот как справиться с давлением после такого крупного разгрома Узнаем сегодня у самых обыкновенных прохожих А как вы вообще справляетесь со стрессом или трудными ситуациями? Гуляю, фотографирую Общаюсь с друзьями Я работаю, я просто работаю и все Пишу музыку Посмотреть футбол По стрессу больше пар помогает Чем спорт Ну это честно Отлично помогает Ну я пробовала йогой заниматься Но что-то не очень Мы не справляемся со стрессом Мы в нем живем Это состояние жизни Уже просто бахнуть поле дольчика и все пройдет Попить чай британский, да, с ромашкой Им нужно поменять форму Чтобы у них на футболке был Вальтер Скотт А бегали они в кильте Потому что им неудобно в шортах Ну я бы посоветовал снять юбки и переодеть шорты, наверное Ну пошли бы они вместе куда-нибудь, я не знаю На какое-нибудь мероприятие, там квест какой-нибудь Можно в кальяну сходить, например Не знаю, что посоветовать шотландцам Так как шотландцы сами по себе народ достаточно вольный, гордый Посмотрите, только храброе сердце Им просто нужно начать играть И все Главное это понять то, что ошибки Это в любом случае опыт Но никогда ты в группе с Германией Наши проигрывали с большим счетом Я патриотично скажу, что нужно читать русскую литературу Наверное, она очень позитивная Вот, поднимает настроение Уважаемая команда Шотландии Ребята, мужики, парни Кривоногие Играем за премиальные Побеждаем, выходим ради своих людей, ради своей страны За юбки, за волынки За вискари, скорее Шотландские, обязательно Если вы эту игру не выиграете Я вам урежу на 90% вашу закладу Без юбок останетесь И главное выйти на поле с свободной чистой головой Берите, давайте выигрываем Как думаете, эта речь поможет? Им ничего не поможет Они выиграют сегодня 2-0 Я верю в победу, но скорее всего будет ничья Я надеюсь, что они сыграют хотя бы в 2-0 В пользу Швейцарии, разумеется Потому что в шотландцев можно только верить, но не ставить И мы честно не знаем, помогут ли наши советы шотландцам Но кажется, эта сборная стала нам чуточку симпатичнее Сегодня стартует второй тур Второй круг кругового этапа чемпионата Европы Это значит, что какие-то команды обеспечат себе выход из группы А кто-то уже начнет потихонечку упаковать форму, чтобы поехать домой Начнем с группы А и матча Шотландия-Швейцария У нас на экране расклад на второй тур И прогнозы на этот матч Опять битва романов Роман Нагучев и Роман Павлюченко По точному счету и по одному прогнозу на ваш выбор Шотландия-Швейцария? Да Это мне ни о чем Ром, мне нравится, что ты всегда так говоришь Шансов нет У кого в этой игре шансов нет? Ну я также склоняюсь, что у Шотландии Даже несмотря на то, что они так проиграли и им отступать некуда Я думаю, что Швейцария решит уже вопрос сегодня Что не Шотландцы? Понятно, что попали под каток против немцев Но если брать индивидуально футболистов и командную игру, конечно, швейцарцы В сухую? Ну, может быть, шотландцы, они такие упертые У них хорошие стандарты Может быть, и забьют Но я думаю, так же Трешечку получат Мое мнение, да 3-1 3-1 3-1 и события в матче Удаление желтой карточки у главы Все, что хочешь Наверное, удаление Жесть у нас вся тут Количество голов Ну, раз ты сказал, что 3-1 Обе забьют Пусть будет, что Трешку они получат в первом тайме 3 гола Швейцарии Больше полтора давай 3 гола это очень Ту матч Полтора будет очень Больше полутора Швейцарии в первом тайме Вы не верите мне, что ли? Верим, верим 3-0 3-0 после первого 3-0 после первого А поставьте, пожалуйста Выберенный франш Состав Швейцарии Есть такой, Ром? Трешечку 3-0 после первого тайма? Не, ну 2,5 гола Будет страшный коэффициент в этом матче 3,5 гола 2,5 гола Короче, в первом тайме 2,5 гола Очень страшный коэффициент Потому что его даже не дают Даже полтора стоит 3 Да, я 2,5 3, а это будет Давай больше полтора Можно поставить Даже полтора гола Швейцарии А двой команды? Подожди Для наших зрителей Есть абсолютно читерская Читерская ставка Которая, если что Вернет вам деньги В первом тайме Больше одного гола Это когда мяч Если что, деньги вернутся Два Тренеру позволите Действующему? Ром Ну смотри Давай так стратегически Групповая стадия Первый матч выигран Второй Играть энергозатратно Чтобы гнать Загнать В первом тайме Шотландцев Шотландцам У них выхода нет Побегут вперед Побегут вперед Швейцарский Но я вот считаю Дуа Вот и Эмбола Если Надо составить Ну он не выдерживает Сейгрокой У него трампа Эмбола не выдерживает 90 минут Он на 20-30 минут Ну до этого Хоро Да нет Больше полутора Вот все нормально Больше полутора В первом тайме Зафиксировали Это обе команды Да? Больше полутора Можно обе На обе команды Больше полутора В тайме Коэффициент 3 Больше полутора За первый тайм В центре 10 Ром У тебя какие Я думал о том Что Короче говоря В матчах К сожалению Нет такой линии Но вдруг вы найдете Где-нибудь Они постоянно Забиваются у главных Я имею ввиду Именно в матче Шотландия Швейцария Исторически Я посмотрел Очень много А такой нет ставки Они вообще хороши На стандарт Хобби команд Просто стандарты Есть А на стандарт Гол головой Причем Они играли друг с другом Всего 4 товарищеских матча А все остальные Были официальные В отборочных турнирах В основном И в абсолютном большинстве Игр был один и тот же угловой Прикинь В 80-е 90-е Так может Гол головой Хорошая Подача удар гол Да Гол головой Хорошая ставка Но мне нравится другая Давай Но гол головой Мало Это неинтересно Гол головой 265 Хорошо Но это тебе мало Нам надо догнать Мы уже 5000 горим Ладно Хорошо Гол головой В матче будет забит Гол головой Ты можешь представить Что если мы им проиграем Они нас будут унижать В следующий год А даже если выиграешь Все равно Нет Не год До следующего турнира До Америки Будут нас унижать До Чебя-то мира Просто гол головой Нет Есть гол головой Многие не увидят Унижение Короче У меня есть чуйка Что будет ничья Ого Кто? Швейцария, Шотландия? Да Давайте возьмем 1-1 Нет Я тебе говорю Это заслали Казачка У нас Я думаю Что швейцарцы Разорвут Эту Шотландию Логика есть Счета 2-2 Не было пока И что? И не будет И что случится Тимур У меня логика такая Шотландия Это Шотландия Это Браве А если такая ставка 2-2 не будет? Подожди Опять же Ремарка А если удаление Какое-то глупое Аканджи прыгнет К шотландцу Шотландец прыгнет А если удаления Не будет? Из пустых ворот На удаление Это все может быть А почему вы Эбишера поставили слева Он играл слева так Он почему-то Первом матче Он вообще Балуни играет На другом Сюда перевели Никогда не было Вернее Не было 2-2 на этом турнире А эти команды Друг с другом Несколько раз играли 2-2 И еще одна ставка Она есть в специальных ставках В разделе Тимур С твоего позволения Я ее сделаю Просто потому что Таковы наблюдения Это твое право Почему? Да, но я могу подвести команду Ну ничего страшного Не первый раз Это, кстати, первая трезвая мысль За все передачи Какая? 2-2 Поддержим Шотландцы 2-2 забьют За два турнира Смотрите В разделе Специальные ставки Есть за 5-70 Вполне реалистичный исход Будет обе забьют Больше 8,5 замен И вратари совершат Больше 6,5 сейвов На двоих Бля А что считает сейвом? Мяч забирает Или отбивает? Забирает Это надо с компьютера Садиться перед игроком Чтобы все это считать Садить, который Знаешь, вчера у него было Выбегание Дорский ушел Знаешь, вчера было предложение Выбегает медицинская Ребята Больше трех раз А, кстати, Николай, ты хотел к футболу Вернуться, давай Где он их нарывает? Вот они здесь везде есть Да, они есть такие Это наши друзья Компания Это уф Как правильно Так логика Так логика же была Они в конце стали тянуть время Выходят люди Переходим Это, знаешь, где На площади трех вокзалов У Комсомольских Дядя пишет Ставки принимают Это первое впечатление От Москвы у Тимура Германия-Венгер Это, кстати, шутки шутками Но это правда Сидел такой Знаешь, смотри Раньше До исторического материализма Ставка стоила 1 рубль Ты брал Экспресс из 10 команд И дальше На таком Как он говорит Вместе Сидел такой дядя У него был Такой лист Ватмана 2 И там было Ты должен был Так маленько записать А все это Он к себе Заносил Чтобы это Вещдок был Потом Как в фильмах Гай Ричи Да И вот этот Такой плакат Висел И ты мог Посмотрите Он собирал Тысячи ставок Наверное По 1000 рублей Ты с котлетой Приходил Он официально говорил Вот на розыгрыше Там 100 тысяч Там 10 тысяч рублей Это были деньги Он снимал себе Тысячи И 9 тысяч Тебе отдавал Победителю Андрей 10% Сереж Как твои соседи Седагоги Ты судил Андрея Не дай бог Не было такого Мы даже В одну детскую команду Записывались Я тебе больше Скажу Хорошо что детский Тренер разобрался Мы не оставим Одного года Мы в одной команде Только тренер Быстро разобрался Меня без дела Тренер хороший Разобрался И не оставил Его по славе Я думал Что вы сын и папа Как вы одного года Кто сын и папа Вот сынулька Я думал Ты как папа А он для всех Он всегда будет таким Будет только Молодеть Как журавель Знаешь Андрей Сергеевич Конечно Ты красавец Ты видел Журавель Первый раз Одел этот Костюм На жеребевку Кстати Это был журавель Кубка нашего партнера Это был журавель Да Он сразу На директора банка Папа Возвращаемся Седагоги Германия Грингер Точный счет Грингерс Бангер Спасибо Ведущего Кто-нибудь Заметит Сегодня Или нет Тимур Ты очнулся Что-ли Я смотрю У тебя в эти Заметит Ведущего Когда там Другой появится Слушайте Ну мне кажется Немцы Они не остановятся Они во-первых Играют дома Венгры Первый тайм провалили В втором Вроде поинтереснее Смотрелись Но мне кажется Будет сегодня 3-0 Немцы победят 3-0 Немцы И события Что там у нас С событиями Рома Давай специальные Какие Первый судья Разбирающийся В футболе Давай чтобы Николай Николаевич И вот этого тренера Надо похвалить В матче Венгрия Не манит Судья Дани Макелли Он постоянно Назначает пенальти Голландец Постоянно На 12 матчей Всего 2 пенальти Было назначено У кого? Вообще На евро Наши данные Разбираются Сергей Сергеевич Давай дальше Не подсказывай Сергей Сергеевич Сделай ставку Судейскую На втором Этот матч Давай Давай по карточкам Не спрашивай ты его Зачем ты спрашиваешь Я не знаю Что у немцев Будет одна-две карточки У немцев Одна-две карточки Индивидуальный Тотал Желая карточка У немцев О этот раздает Дани Макелли Раздает Он пенальти У него Знаешь Какая статистика У него Знаешь Какая статистика Он за эту весну Ставил пенальти Слушай Он тебя подел Ты сказал Знаешь что Ты сказал про этого Аргентинца Что он вообще Какой-то Людоед Ребят Давайте на русском языке Разговаривайте Давайте вашу ставку Вы надоели Одна-две карточки Так Желтая карточка Тотал Больше полутора Индивидуальный Тотал Найдем сейчас О Немцы получат Полторы желтые карточки 2,55 Нормально Берем Зафиксировали Не точно счет 3,0 Да Но я здесь Соглашусь Что будет победа Германии Раз Сергей взял 3,0 Мне придется взять 3,1 И гол Хаверца Красиво Это красиво Гол Хаверца Которого кстати Мы почему-то тоже Решили Что он не может Всего 2,20 Потому что он бьет пенальти А судят Они взяли еще 3,1 И гол Хаверца Вот сейчас Будет интересно Сейчас я тебя Вот сейчас тебе конец Вот тебе и билдит закончился Выходной возьму И так Николай Писарев против Тимура Собери Ты первый Матч Хорватия Албания Здесь интересненько А ты что другой Озадила Подожди Он один остался Я сдал Я заготовил сценку Расстройство Это театр юного зрителя Да Коля первый прогнозирует Давай Потому что Потому что Ты единственный тут риев Он слушает умные мысли И блядь Сделает так же как я Он никого не слышит То есть когда ты будешь говорить Будут умные мысли Внимание Давай Записывай Ну давайте Начну С того что Смотрите Хорваты В первом матче Против сильной Испании Конечно Брозович Модрич Ковачич А подожди А он не пересоберет команду Поставай А на кого пересоберет Я к этому Я думаю Лева защитника поменяет Вот как Саша Ну давайте разберите А я счет Господин тренер Простите Вот Показательным был гол Испанца Марата Нет этот Второй гол забивали Руиз Руиз Когда он убрал Брозовича Модрича И прям в центре Волю Ну вот смотри Нет Поэтому На уровне албанцев Которые такие Собачки Да Они не такие Креативные как испанцы Я думаю Менять вообще ничего не надо То есть вот Брозович Коуч Не на персонале Надо поменять Надо Гордиолу в центр И левого защитника Нормального поставить Да Смотри Но вот эта тройка Я думаю У него не хватит духа Поменять Модрича Брозовича Ну в этом нет необходимости Именно для этого матча Именно для этого матча Но Будемира могут поменять Вот скорее всего Зачем Нет А зачем А нормальное Я из того Что может поменять Если фланги Увегу Если фланги Вот это Что я вижу Медленные Ну так об этом У албанцы Не разговаривать Себя хорошо Проявили Я считаю Очень хорошо Сыграли Могли в 2-2 С Италией сыграть Очень хорошая команда Вот она на румын Похожа очень На румын От них много Никто не ждет Но они сильной командой То есть Это не команда Звезда Как многие там Претендующие А это Ну Хорошая Крепкая Крепкая Добротная команда Поэтому Дисциплинированная Значит Значит Обученная Значит Будут Соблетать И И Мой прогноз 0 0 Провалил Спасибо Спасибо Ребят Вас ждет Что Сдулся А серьезно Сдулся Николай Николаевич Это его Серьезно 0-0 Конечно Серьезно 0-0 Не было 0-0 Да И Вторая ставка Коль Вторая ставка Это Более Коль Более Забил Постань Слой Да Давай Вторая ставка Четыр Коль Вторая ставка А Забьет Будемиш А теперь Серьезно 0-0 Что может быть Красную карточку В матч Албанец Хватит Какой-нибудь И Хорват Ты знаешь Албания Хорватия Это знаешь Красная карточка Красная карточка В матч И неважно У кого А знаешь Пусть Николаевич Печерка Счет Девят Девятнадцать 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 Сколько Мы смотрели фоллов Мы смотрели фоллы Потому что Суть Руба Потому что Албания А играли Команды Такие жесткие Да Из Болган Они никогда не играли Ноль с другом Вообще Это война будет И больше Не будет война Знаешь Война была бы Если сербы играли С албанцами Нет Это понятно Но все равно Это Мне кажется Фоллов 23 с половиной Верх Это Тогда Икону Ваш И Сыгане И Медведи Все Свистят Просто Такие команды Будут играть Окей Хорошо Мы поставим 2-0 Хорватов И Больше 23 с половиной Фоллов В матче Больше 22 с половиной Два Коффициент Больше 22 с половиной Фоллов В матче И 2-0 Выиграет Хорваты Отлично И сколько Там Получается 22 с половиной Фоллов Два Коффициент А то Что Хорваты Выигрывают Со счетом 2-0 6 с половиной Тимур Если будет 0-0 Надо Лиг Пицаря Вот там Вот Не Мы Сделаем Икону На первой Минуте Албанцы Гол с первой По 15 минут В трех матчах У нас Гол с первой По 15 минут В матче Германия Венгрия Итак Рандомная карточка Которая досталась Тимуру Это Гол с первой По 15 минут И он Состоится По мнению Команды Тимура В матче Германия В Венгрии А у вас что? У нас то же самое Фора Минус 2 с половиной Это похоже Тоже на Германию С Венгрией Выиграют Три мяча Ну это единственное Где шанс есть Фора Минус 2 с половиной У вас? Да Сейчас У меня уже открыто Я могу посмотреть С минус 2 с половиной Немцы выиграют С минус 2 с половиной 2.90 Нормально Саши Дорского нет Но его дело живет Вместе с первым Туром Ерва Завершился первый Тур фэнтези Турнира Проводимый С нашими друзьями Со спортца Как вы помните Перед стартом Евро Мы завели свою лигу В которой по ссылке В описании Может вступить Любой желающий Конечно В этой лиге Есть наши команды Моя Тимура Обратите внимание На первое место Внимательно И до последнего И после этого Человек всем подсказывает Просто аккуратно Посмотрите На расстановку сил У тебя просто Только за счет Беллингем А это не важно Только Просто Точечно Андрей Сергеевич Точечно У тебя из 11 футболистов Один тебя вывел Он дал тебе А мне не надо Молодец Все Хорошо Следующий Тур уже на нас Я открою тайну Я грузин заменил Убрал из команды Крархвича и Марадишвели Усилился очень сильно Перед Да У Тимура Есть футболист Который даже В фэнтези Есть футболист Который даже на поле Не вышел Отлично Короче Отступайте Во всех Вашей активности По ссылке в описании По ссылке в описании Эй По ссылке в описании Команда Тимура И команда Владислава Если бы выбрал Кто не приехал на Евро Вот это было бы хуже Я надо убрать Не приехал Георгий Венгер Давным-давно В общем, друзья мои Вступайте по всем ссылкам Которые есть в описании Либо в команду Тимура Либо в команду Владислава Радимова Которого сегодня нет Но Продолжаем Каждый день Выходить В 2 часа дня Здесь на канале Это футболбрат Поставьте лайк Оставьте комментарий Подпишитесь на канал Когда будет 200 тысяч Разыгранных Осталось 13 тысяч У нас всего уже Вообще вот так вот Вот на донышке Буквально осталось Ну и самый главный вопрос Который вы писали в комментариях Почему затонированы Подмышки у Писарева Отвечаю Это бензин До завтра Вот сейчас молодец Готовил сутку Видишь Придумал походу Блять, дай мне до этого сказать Что я живой человек Блять Только роботы не потеют Как гурская Блять Субтитры сделал DimaTorzok